И получается, что отсутствие обратной связи приводит на самом деле к отрицательной обратной связи. Имеется в виду обратная связь, которая систему стабилизирует. У нас появляется позитивная обратная связь, когда наиболее иждивенческие точки зрения, которые в нормальном другом диалоге, скорее всего, проиграли бы, они оказываются репрезентированы на единственном и самом центральном уровне принятия решений. И вообще, мне кажется, что за этим мифом о том, что вот такого рода проведение реформ с помощью авторитарной власти, знаешь, это такой вот, как сказать, важный психологический и даже мировоззренческий соблазн. Это вот что-то вот сродни, я вчера даже такая у меня метафора была выразился, это напоминает как это искушение Христа, да. Вот у тебя будет все возможности мира, ты же можешь их направить на доброе дело, понимаешь? Но весь фокус заключается в том, что нельзя насильно осчастливить, потому что ты не знаешь, что людям нужно. И получается, что если бы, как сказать, на самом деле задались вопросом, каким, которым начали задаваться сейчас, вот это я сейчас об этом скажу, ведь содержанием всех речей Сомбкова замглавы администрации, Кирилла Рудова, помощника президента. Соборовского. Да, какое? Внезапно выяснилось, что вот эта логика, мы напишем хорошие бумажки, значит, придем к президенту и скажем, у вас высокий рейтинг, сколько вы хотите? 80, вот вам 80 процентов. Давайте теперь делать дело. Не работает. И содержанием их речей недавних есть что? Ребята, а нету, мы не видим запроса в обществе, значит, на реформы, да, значит, ведь что это означает в переводе на нормальный человеческий язык? Это означает, что, наконец, сейчас, вот они озаботились после того, как в лоб не получилось о том, что, наверное, все-таки такие важные вещи, как системные изменения в обществе, должны начинаться с создания коалиций. Нельзя вот таким вот, значит, через задний проход эти вещи решать. Продолжение следует...